В 10 лет Артуру поставили страшный диагноз – миопия дюшена, иначе говоря, атрофия всех мышечных органов. С самого детства Артур прикован к инвалидной коляске. Несмотря на все свои недуги, невозможность двигаться самостоятельно, Артур нашёл себя в изобразительном искусстве. Раньше он мог рисовать кистью и карандашами, но болезнь прогрессирует и всё больше сковывает движения, поэтому Артур сегодня имеет возможность заниматься рисованием только в компьютерной программе. Сейчас Артур учится в 11 классе, ему 18 лет, в семье он самый старший. Образование он получает дистанционно, приходят к нему и учителя. А благодаря республиканским адаптационным центрам «Росинка» и «Виктория» у него появилось много друзей, но именно творчество занимает большую часть времени. Что в душе каждого человека, это всё мои рисунки означают. Цветок – это человек. Цветок как человек растёт, дышит, пьёт воды как человек. И растёт всегда как человек, и думает как человек, когда цветок не разговаривает. Природа не терпит пустоты, и физические недостатки компенсируются какими-то другими достоинствами. И это действительно так. Все работы, которые создают юный и талантливый мальчик Артур, поражают до глубины души. В них безграничная любовь ко всему живому, к людям, к цветам, к животным. Свои тщания и надежды Артур воплощает в своих картинах. Кажется, что творческие возможности этого необычного художника не знают границ. Жить и бороться с болезнью Артуру, конечно же, помогает твёрдая вера в Бога. Даже самая фантастическая мечта может исполниться, если, несмотря ни на что, идти к своей цели и верить, считает Артур. Очень много ответов на вопросы, исходящих из самых глубин души, он находит в Библии, которую семья Тативосян постоянно читает. Огромная страсть Артура – поэзия. Многие известные поэты нашей республики – его друзья. Он и сам нередко читает свои любимые стихи многочисленным друзьям. И сегодня нелегко. Ну и что из этого теперь? Чем грустить и унивать, лучше будем танцевать, уважать людей, ценить и тепло своё дарить. Ласку, время и заботу лучше взяться за работу, чем без дела огорчаться. Будем чаще мы встречаться и общаться, улыбаться и беде не подаваться. Огромную работу с такими детьми, как Артур Тативосян, проводят педагоги адаптационно-восстановительного центра «Виктория». Благодаря этому учреждению Артур получил современную инвалидную коляску с электрическим приводом. Кроме этого, недавно по инициативе директора центра Зухры Тимрезовой прошла выставка работ юного таланта. Посетители экспозиции могли также и приобрести его картины, тем самым помочь финансовой семье Артура Тативосяна. Кстати говоря, о материальном состоянии семьи этого необычного мальчика. К сожалению, мама, бабушка, брат и сестра Артура живут сейчас на съемной квартире. Платят 15 тысяч в месяц. Денег едва хватает на самое необходимое. А выделит ли республика квартиру для семьи инвалида, остается под вопросом. Мама Артура Норины сильная духом женщина. Вопреки поистине сложнейшей участи, она не падает духом и не ропщет на судьбу. Вера в Бога помогает Норины и ее сыну преодолевать самые непростые моменты, когда кажется, что завтра для мальчика больше не наступит. Мы стараемся, у меня в семье и двое детей, я сказала. Я не хочу, чтобы и те дети страдали, что у нас дома больной ребенок, инвалид. Мы такие фразы не употребляем. Мы стараемся духовно быть здоровым, потому что, если падать духом, никакие деньги, нас не поможет. Некоторое время назад болезнь у Артура начала сильно прогрессировать. Атрофировались внутренние органы. В реанимации ему пришлось лежать более полугода. Благодаря заботе и уходу врачей, и материнской вере, и любви, мальчика удалось спасти. Эта жизненная история, как и множество других историй о людях с ограниченными физическими возможностями, дает нам шанс вновь и вновь задуматься об истинных ценностях, поверить в себя. Дети-инвалиды – это земные ангелы. Они приходят в этот мир, чтобы сделать его чище, светлее, добрее. Вопреки мнению иных, своей семье Артур не в тягость. Наоборот, широкая и добрая душа Артура, его позитивный взгляд на мир и его близким помогают справиться с унынием и отчаянием. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.